Итак, это ты своим опытом поделишься. Ты здесь тоже будешь сидеть, вот все расскажешь. Как тебя замуж звали? И водочки. Я хотел стать мошенником, потому что думал, что это человек, который водит машины и автобусы. Что пишет для тебя шутки? Не знаю, мой мозг вроде бы отвечает за эту историю, но я точно не уверен. Пу-пу. Ну, вообще, мне идеи приходят на протяжении дня. Иногда перед сном берешь, запишешь там. Ну, я сам так делаю, ну, когда я хороший кому-то отзыв напишу. Но вы не жадничайте, вы ставьте лайки, это не больно. Всем привет. 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 Я просто со всеми уже поздоровалась. А зря так сделала, Юля, зря. На канале это АВАИ совсем скоро, вот, может быть, прям в данную секунду случится 100 тысяч подписчиков. И это огромная, приятная серебряная цифра. Начнем с Саши, потому что Саша чаще всего остается за кадром. Это человек, который снимает все эти крутейшие репортажи. И человек, благодаря которому наша картинка такая клевая. Вот, мы очень рады, что Саша с нами работает. Саша уже даже стал членом нашей команды, мне кажется, таким на всех корпоративах. Ты у нас есть. Мы рады этому. Выпил больше всех. Да нет, не больше. Это считаешь? Кто-то сколько? Серега. Серега, больше всего ты занимаешься итогами, я так понимаю. Итогами месяца. Рассказываешь о том, что АВАИ за месяц сделали крутого, где зафейлились и чего ждать на авторынке. Она все знает, получается. Пока да. Да, так и есть. Конечно, Серега на АВАИ именно этим занимается. Только итогами. Ну, я говорю сейчас про канал, не про АВАИ. Вот, что делает Серега на АВАИ, это большой-большой секрет. Это не секрет, мы даже в титрах подписываем. Как руководителя службы модерации. Но мы не знаем, где он живет. Мы тут же резко перейдем к Валере. Валера. Валера, голубоглазая ведущая. И этим все заканчивается. Я вообще как цикала, молчу сегодня просто. Валера пока в осадке, но я знаю, что ты во второй половине всегда активнее. Откуда такая информация? Наша фронтвумен, Юлия, Джульетта. Накидывай, накидывай, не останавливайся, чего уж там. Ваша любимая ведущая. Нет, не точно. Ну, смотрит же, 100 тысяч собралось, так что точно. Расскажи, как тебе у нас работает. Прикольно. Очень. Я злая ведьма? Нет. Правильно. Я думала, что нарвусь на какую-нибудь злую ведьму. Но я не нарвалась, мне повезло. Ты ворвал в детстве еду у младшепластников? У меня было тяжелое детство. Я его провел в музыкальной школе. Мне просто некогда было воровать еду. Я сидел за баяном. И на меня ругалась моя великолепная царство небесное преподавательница, когда же я наконец-то сыграю эту фугету Генделя так, как ей надо. А мне это не надо было. Я хотел воровать еду у младших и пить с пацанами пиво. Но было не до этого. И я счастлив, что мое детство прошло именно так. А твои дети смотрят твои ролики? Конечно, смотрят. Они даже лучше меня знают, сколько просмотров, сколько у нас подписчиков. Но молодежь растет в этой среде. Для них количество подписчиков, количество просмотров это прям как какая-то мерка успеха, что ли. Они очень хорошо в теме. Они в теме всех наших рекламных кампаний. рыб, кокосиков, песни поют до сих пор. Но они на пульсе там. Кто-то из вас чувствует себя немного подборщиком? Немного подборщиком. Да все мы чувствуем. Да все, я так точно. Даже эти главные не чувствуют себя немного перекупом подборщиком. Я мечтаю чувствовать себя немного перекупом скорее, чем подборщиком. Слушайте, ну каждый... Во-первых, все подборщики, они перекупы. Бывшие. Ну, практически все. Ну, да. особенно те вот, когда подборщик приезжает на съемку на транзитах, это прикольно это комментаторы наши тоже замечают я и так, и так могу когда подборщик приезжает на своей тачке на съемку, это прикольно это прям спасибо, Саша, за первую двадцатку комментариев, и вот давайте про комментарии немного поговорим что есть обидные комментарии или те, которые вы любите те, которые вам не нравятся пас да ладно, давай уже ну задело уже давайте, разгоняемся а кому больше достается, Сережа, тебе или мне? сейчас сердечко зацепит кому больше достается, тот молчит сидит давай сразу со второй, молчу как цекала это больше всех читает, тот молчит сидит ой, уже не молчит лупи, лупи давай начнем с твоих джинс ну, давай все уже обсудили ну, что ты хочешь сказать это самая проблема давайте начнем с самого нормального смените этого ведущего смените этого ведущего смените этого ведущего вот, да, вот, да, конечно по делу начал говорить я очень спокойно отношусь к комментариям ну, скажем так я работаю в Саппорте мы очень много общаемся с пользователями есть пользователи, которые отрицательно эмоционально заряжены на старте и, в принципе, он ничего как ты это сформулировал? ну, да, так это так и есть то есть, добрый вечер с порога называется он больше, в принципе, у него нет никаких целей не сделать нас лучше не сделать себя лучше и, на самом деле, прекрасно, что такие люди есть потому что оттуда ты можешь взять не всю часть комментария но какую-то составляющую и просто над ним подумать меня очень сложно задеть комментарием там, что за карлик в кадре ну, то есть, меня, моим ростом он и геном сложно задеть, поэтому помню, да вообще без разницы геном, это круто ну, вообще без разницы никогда у меня комплексов по поводу роста не было просто совершенно не, некоторые, конечно, комментарии иногда выбешивают потому что, ну, ты же как бы это все делаешь, да там, через себя пропускаешь, там, путями физических умственных, эмоциональных нагрузок, да а люди там пишут эээ, говно, вопрос, там ха, че они там ну, вот лучше б так сделали а вот вы тут это самое сделали ну, опять испортили все ну, вот немножко выбешивают ну, не сказать, что мне это не нравится ну, блин, ну, человеку такое мнение есть он же имеет у него право выбешивать, но нравится ну, конечно, в любом случае анализ-то проходит и, как бы ты думаешь, о чем можно еще лучше сделать ты вот сейчас вот говоришь как будто вот люди так сели и подумали блин, как бы вот помочь пацанам да, улучшить их работу дай-ка я их обновлю, нормально дай-ка я сяду и вот напишу комментарии над которым вот почитает, а вебай подумает и сделать что-то по-другому ну, на самом деле, все происходит, мне кажется добавим смазочки Юля, по крайней мере, так, комменты пишет слушай, я не пишу что за прическа, кто так одевается Юля, ты сама реально я никогда в жизни еще не написала ни одного комментария но вот мне, например, очень нравится когда люди реально пишут, что им интересно то есть, понятно, к выпуску который мы сделали, можно относиться по-разному когда накидывают темы да, 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 да то есть, а мне бы было интересно послушать про это типа снимите про пожарных вот это? да, 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 да ну, вот это вот прям классно я читаю и даже себе список составляю ну, то есть, это я сейчас вот говорю не просто, потому что там нас смотрят еще что-то реально мы даже какие-то вещи ну, ты видела в группе мы кидаем скрин коммента а не сделать ли нам вот так вот, это правда помогает меня бесит, что да, не знаю да, ничего меня не бесит комментаторы бесят иногда вот это бесит ну, они же хорошие тебе, ну, как бы впадло написать а плохое ну, это нормально люди всегда так делают да, я сам так делаю ну, когда я хороший кому отзыв напишу лайк только что поставлю и то не всегда я жадина но вы не жадничайте вы ставьте лайки это не больно есть какой-то один любимый а, вот этот вот посадите этого журналиста из теплого офиса в лес чтобы он сидел на пне с кипятильником и пейджером и учил мать-часть про водителей уважаемые водители я не сижу в офисе не ем теплые печеньки с кофе и все, что я говорил говорил, чтобы вы поняли как-нибудь так между строк но если вы хотите, чтобы я сел на пень ну, зимой там с пейджером легко, ребят все ради вас я же всегда на вашей стороне слушайте, ну, мне кажется если честно признаться в какой-то момент времени мы реально друг друга бесим ну, если вот так вот взять в моменте потому что, ну, честно, мы ругаемся ну, вот прям мы ругаемся и я могу что-нибудь там сказать резко очень да, и где-то голос повысить ну, не то чтобы стресс во-первых, тебе нужно делать все быстро да, от ограниченного времени и тебе нужно сделать, ну, как бы не что-нибудь, да а как бы максимально толковое да, там рассказать, снять, показать и так далее и иногда при там столкновении интересов ты прям реально, чтобы ну, все, давай быстрее я сказала так, да, там еще что-то так как сказать надо, Юля, скажи уже, я скажу, да? да, ну, либо там с Валеркой когда мы пишем 5-7 дублей я говорю, Валер, давай еще раз понятно, что он ненавидит меня в этот момент и я его пишу нет, это все нормально это же просто работа он признается к концу выпуска нет, абсолютно мы его разговариваем совершенно неправда но, что самое кайфовое, понимаете мы вот ругаемся ровно до той степени когда, ну, там прошло 2 минуты и мы дальше нормально общаемся да, то есть мы не ругаемся так, чтобы потом ты вечером сидела и думала блин, а что он, зараза, мне это сказал, да? вот я думаю по-другому Саша думает по-другому и что нам с этим сделать? ну, надо как-то решать ругаемся до тех пор пока не становится понятно, что Юля главная ну и все ну, типа, мы, как она сказала это всего лишь рабочий момент нет, подожди, а потом ты мне говоришь вот, блин, вот, вот лучше бы я тебя не слушал так все-таки мать, Юля не нравится и не снимай свой блог у меня бесят очень сложные технические съемки которые вроде не сложные, но сложные например, вот этот вот весь полускрытый, полутайный подбор авто когда надо вешать, перевешивать эти все микрофоны ставить эти камеры приклеивать гоупрохи потом отклеивать гоупрохи потом их снова переклеивать потом снимать это очень сложно это мудрное вот это вот ковыряние вот а получается, если стоит тачка ты наставил софтбоксов то скрытый подбор уже не получится, да? на тебе жутко некомфортно понимаешь, ты приезжаешь к ничего не подозревающему человеку и тебе мало того, что нужно снять какой-то нормальный, качественный материал тебе нужно еще себя не выдать ну и здесь есть какой-то элемент ну, будем честными, обмана да, и тебе вот от этой мысли становится некомфортно когда-нибудь полили? да, ну, например, если мы поехали смотреть машину, а меня, например, узнали ну, как бы, да, запалили ну, так бывает расскажи про свою первую съемку она случилась, ну, в принципе, относительно недавно нервишки немножко полетели честно сказать а почему? ну, мы сначала во-первых, я ехала, как бы с Валерой и Сашей то есть, там, Сашу я втрое раз, условно, вижу Валеру я не видела никогда вообще, непонятно, что ожидать можно вот вот, и мы ехали как раз всегда в поля на комбайн вот, и, конечно же, конец августа это грозы, это дожди мы уже собрались ехать я созваниваюсь с комбайнером нам вот выезжать буквально минуту через пять мы уже с ребятами сидим у нас в Минске дождь, гроза ну, и он мне говорит ну, все, я не выйду сегодня в поле ну, и сорвала съемка да, ну, а для меня это изначально то есть всегда было срыв съемки это все, конец света ну, то есть, там, ложись, хоронись поездка на завод МТЗ ну, наверное, это первая проба пера была моя такая мощная, сильная и он набрал действительно огромное количество просмотров и получил большое признание среди моей родни ну, вот, когда я только начинала работать на АВ у меня, по-моему, за полгода сейчас я расскажу, какая злая ведьма у меня, по-моему, за полгода поменяло шесть монтажеров а потом мы начали работать вот с одним Сергей, привет да, и есть еще монтажер Виталий, который нас страхует, если, допустим, у нас два видео идут в параллели и, ну, как бы чисто технически невозможно их загрузить на одного монтажера не знаю, как вам все можно, все это многозадачность это работе момента но вот этот холод пронизывающий где-нибудь на лесопилке или еще где-то ты стоишь или в пиджачке это стоишь на предприятии а ты уже не можешь там в курочке стоять потому что он тоже стоит а вот, кстати, Валерка меня бесит, почему ты тепло не одеваешься ты замерзаешь первым я тепло стараюсь одеваться я не знаю, трясет, как осиновый лист да, ну, вот так получается в пальто и рубашечке, да на лесоповал нормально, потеплее снизу, ага, греют спецпрепараты да, ноги, ноги на самом деле мерзнут вот, когда ты стоишь третий час холодно ну, купи себе стельки с подогрева Юль, ты когда-нибудь отмораживала руки себе может быть на съемках? не планируешь? ну, прям вот ну, как сказать там, понимаешь ну, как сказать руки вот, вот руки от головы да, да нет, ну, как прям вот это в отделение скорой помощи с обморожением я, конечно, не поступала зима, малиновка они все холодные ты там промерзаешь просто вот по самое не могу причем я всегда прошу оператора говорю, давай вот все важное там, какие-то подводки еще что-то будем писать в начале потому что ты в какой-то момент замерзаешь до такой степени что у тебя замерзает вот весь условно твой артикуляционный аппарат и ты очень плохо потом начинаешь говорить больно мне всегда больно когда на съемках находишься потому что ты никогда не знаешь что будет мы прописываем один сценарий но по факту всегда получается по-другому потому что как бы мы не договаривались в любом случае приедет или не та модель техники или мы вообще попадем совершенно в другие условия или все перенесется на неделю поэтому всегда приходится действовать по обстоятельствам и самая большая боль когда ты выучил что-то одно изучил эту тему а тебе показывают совсем другое ты должен уникнуть буквально за 5 минут и ты ходишь собираешь информацию потом ты ее формулируешь понятным языком так чтобы донести до зрителя но и говоришь в кадре тебе нужно информативно было тебе нужно реально рассказать весь производственный цикл с какими-то нюансиками с какими-то фишечками с какими-то подробностями там фактами потому что наша задача это именно копнуть глубоко то есть не просто там обзорный видосик красиво снять пролет и как бы классно наша задача копнуть глубоко в техничку и ты вот ходишь трясешь людей они тебе вот прям они тебе для чего он нужен этот трактор объясните мне а потом он говорит нет ну вы не понимаете так я не понимаю вы не понимаете дело в том что вот этот ПЦШ делает не ЦШБ я говорю да я понял а можно расшифровать то вы все равно не пойметесь слушайте а бывало такое что вы что-то снимаете и такое чувствовать о нет из этого ничего не получится а получается в итоге нормальная какая-то история да 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 Юля скажи каждый раз слушайте но у меня был момент когда я в середине съемки поняла что из этого ничего не получится я ее остановила и мы прекратили а что ты сказала извините мне пора слушай нет еще человек был ограниченного времени стандартная история да за полчаса ты не можете сфоткаться тут пойдем да 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 вот я так и сказала я говорю что нам для того чтобы сделать классное интервью нам нужно гораздо больше времени и вот с той информацией которую вы сейчас дали я не смогу работать ну я честно сказала как есть прям снимаем ну как правило с двух дублей первый это хороший дубль а второй резервный ну хотя я всегда говорю Юле что вот первый дубль был хороший Юля всегда просит снять резервный нету стоп-слова там сразу по Юле понятно что надо тормозить или по Саше самое большое количество дублей ну не знаю ну если кто-то хочет услышать там ответ 20 ну такого точно нет да репортаж на себя как бы это не такая история что у вас там куча времени вот что вы можете переснимать 20 дублей там как девчата в инстаграме вот эти вот селфачки наваливают там потом из 150 выбирают у нас как бы живак вот работаем как есть прям вперед не останавливаемся динамику стараемся соблюдать чтобы успеть до заката солнца так ну смотри из таких длительных съемок например мы отработали всю смену с водителем скорой помощи это 12 часов то есть мы приехали с утра когда он проходил медкомиссию и с ним поехали на первый выезд и вечером мы уже прощались мы уезжали а он ехал мыть автомобиль вот и он еще пошутил что все-таки смену не доработали потому что машину с ним не помыли но есть же у нас выездные съемки условно когда ты 3 часа там едешь 3,5 едешь до Бреста когда приезжаешь у тебя там съемка и допустим тебе в этот же день нужно вернуться обратно это уже выходит вообще там за рамки 12 часов ну ладно предприятие если вот в поле мы выезжаем комбайн снимать или трактор там же тоже застрянешь надолго причем им же подводится особенно если Юля поедет на съемку да за кадром ну там зной пыль песок застрянешь да опять же еще еще у нас есть прекрасное понимание вот мы например снимали комбайн да мы пока его снимаем он стоит то есть этот человек своим собственным обедом пожертвовал ну техника простаивает мы прекрасно понимаем что техника не может простаивать ей надо работать это тоже на самом деле грузит но при этом блин надо все снять ну морально чтобы не подставить сильно человека не украсть у него много рабочего времени ну да меня например всегда парит я стараюсь поэтому ты уже жертвуешь где-то своими какими-то интересами да чтобы быстро-быстро доснять там отпустить человека да там отпустить технику а потом уже ты начинаешь думать так а где мы сейчас находимся как бы там ни было но световую тенюху может быть я уже и на шаурму согласна да и все равно они все напишут такие типа да блин да вы вот съездите на туда там понаваливайте камни там покидайте поразгружайте так а зачем Саш ну можно придумать ну а вы к нам на съемку съездите и тоже я и в колхозах был там и в хозяйствах и многое когда мне тракторист говорит да я б лучше у субботу на ОСБ целый день разгружал чем это ваши съемки а потом говорит что-то я предподустал да то есть ну как бы что опять остановиться опять надо постоянно не только АВБА снимаю я был очень много где и почти всю страну нашу объехал и на разных предприятиях и в разных хозяйствах и у фермеров и не у фермеров и там не знаю производство тканей там вертолетный ремонтный завод ну вот такое вот все ну я прям так уже не буду говорить что угрожали ну то есть со мной ругались понятно что в моменте мне могли сказать много всего неприятного но короче я не воспринимала это как угрозу скорее как защитную реакцию бегаешь быстро да че такого ну пырнули заточкой Юль мы не намекаем на то что ты что-то украла кому-то нечаянно подобрала машину слушайте нет а подождите это нормальные это будни да то есть нам ну трудовые трудовые будни а у тебя баллончик есть? нет конечно понятно что иногда где-то проверяют твои нервы на прочность это да ну я как бы знала на какую работу иду нам не показывают машины это факт но такое есть а что говорят? ну начиная от того что владелец уехал ну допустим если это комиссионка да то там же могут быть машины не выкупленные да а машины которые люди оставляют на комиссии соответственно а вот только вот приезжал владелец там и забрал ключи ну нет ну нет что еще ну кто-то говорит просто а мы вам не покажем там вот вы а вы баевы что-нибудь найдете я говорю ну подождите я не могу найти я не могу найти того чего нет правильно ведь подбросить что-нибудь если быстренько сесть в машину и смотать пробег да ну то есть ну нет ребят я так не делаю или подключить свое диагности оборудование для диагностики и в машине что-то сломается или вскрыть бардачок и найти те самые документы которые приехали из Европы да если они там лежат просто не пускают сейчас была одна и та же машина в которой что-то ломалось при подключении диагностики в которой эти документы лежали в бардачке ну смотрите я не найду того чего нет правильно если в машине скрученный пробег ну как бы он скручен так и подборщики все наши говно как они пишут и того что есть тоже не найдут наверное по факту находят что еще как нам машина не показывает просто закрывают двери ну машина больше не продается видят издалека что мы идем и пик это так нет двери двери павильончик павильон да в офис да и серия а все никого нет а нету о это в рваных штанах и вот закрываем двери знаешь как думал Юля заходит на Малиновку и там просто все машины сразу пик 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 все закрываются закрываются шторки все закрыто технический перерыв ушла обедность буду послевать мне ну при... слушай а вот ты смеешься ну была охрана на нас вызывали ну что еще было охрана чего? охрана Малиновки ну как ни странно да там есть служба безопасности и она приехала или не доехала охрана быстро появилась у меня быстро появилась ничего поговорили я вот про перекупы такие-сякие и там вам часто передают в комментариях фразы а-ля хватит рекламировать подборщиков хватит рекламировать перекупов как вам вообще эта фраза и как можно снять героев надевать может быть на них пакеты нужно чтобы их не рекламировать ну как можно это сделать менее рекламным ну мы не пытаемся рекламировать мне кажется никого просто как это иначе можно сделать жги Саша жги Саша если ты наденешь на них пакеты тебе сразу в комментариях напишут что делать если вы упорядочите видео на нашем канале по популярности просмотров то станет абсолютно ясно что круче всех это конечно трактор МТЗ потом идет МАЗ БелАЗ а потом идет перекуп и подборщик а вот все вот эти вот ну на самом деле многие герои реально которые ну мне даже больше нравится снимать ангелы социальная тематика вообще никак это что-то как-то не идет а вот то что нам наверное больше нравится снимать именно героев как-то раскрывать их ситуацию это тоже не так заходит по просмотрам как именно непосредственная тема канала и тема сайта АВ это продажа и покупка автомобилей да ну блин так получается что да есть такие люди которые помогают подбирать автомобили и ну кому как не к ним обратиться по поводу съемки такого сюжета ну это достаточно логично мы точно никого не рекламируем это факт ну есть конечно такая тема что с кем-то работать комфортно у кого-то получилось у кого-то не получилось да кто-то хорошо там в кадре кто-то может быть ну немножко вот кто-то хорошо там вот информацию шпуляет да раз два три кто-то там из подборщиков может быть ну не настолько разговорчив да то есть ну профессионал хороший ну может быть в кадре ему не очень нравится да а кто-то съемки срывает кто-то ну такие бывают да на самом деле по образованию я инженер по медицинской электронике то есть в принципе инженер по радиоэлектронике ну мне в университете в принципе нравилось я считаю что техническое образование оно как бы такое плюс-минус базовое и оно дает тебе технический может быть склад ума дает тебе понимание некоторых процессов и помогает ну на нашей работе точно потому что автомобиль это техника в том числе и радиоэлектроника да мне близка тема автомобилей до АВ я работала с ребятами которые делали чемпионат Беларуси по дрифтингу Айк Жене привет три года мы проработали с ними я была пресс-менеджером то есть занималась прессой освещением чемпионата и естественно проводила все время на гонках ну в период когда он длился у меня есть такой классный опыт я два года проработала например один из моих проектов и рабочих мест да это радиоэнерджи это международный бренд я работала в офисе в московском офисе мне кажется мне проще сказать с кем я делаю интервью то есть я делаю интервью наверное со всеми популярными российскими артистами но мне больше всего нравилось когда голливудские звезды приезжают презентовать какой-то фильм и тогда можно пообщаться ну прям с Дэниелом Крейгом прям вот вживую прям на расстоянии вытянутой руки там пофоткаться с Виллом Смитом услышать как на самом деле говорит Шарлистерон Шарлистерон вот правильно как будешь уже забыла три года на вы зато выучила все ударения марки модели автомобилей я хотел стать мошенником потому что думал что это человек который водит машины и автобусы в принципе недалеко ушел да сейчас учусь в БГУ в ЖУРФАК вот до этого еще училась в БНТУ то есть это можно сказать не первый университет не первая попытка на кого инженер-строитель теплогазоснабжения алло Сережа звонок к другу и вот за эти ты с этого года Юль да работаешь занимаешься каналом Саша ты тоже с нами с этого времени ну чуть-чуть попозже Саша пришла начали раскочегариваться там пробовали разных людей там ну как-то так вот получилось что сработались мы через какое-то время уже начали более плотно плотно наращивать ну так сказать сложилась команда скажем так за зону почти скоро 4 года уже будет да получается потому что вы это самый клевый ресурс в автомобилях ну то есть если ты хочешь снимать и рассказывать об автомобилях а где ты еще это будешь делать самое радостное со съемок это когда монтаж получился такой каким ты бы хотел его видеть хотя я понимаю что это сложно это работа огромной команды и когда из импровизации получается выстроенный красивый хронометраж и там есть и логика и мысль и подача это большое чудо вообще любые съемки это большое чудо чтобы вы понимали каждое видео это что-то новое там сколько ты не подготовься к нему сколько ты не перелопать там и какие-то блоги и ютубы там я не знаю статьи ты все равно приезжаешь все равно что-то там не так все равно вот ну то есть на сто процентов не подготовишься вот а были у тебя уже уже были такие съемки когда все идет не так да ну хороший ролик невозможно снять без хорошей идеи потому что на самом деле вот то что там я на кнопочку нажимаю там вот это вот видео идет да и на телефон можно хороший ролик снять там на любую самую простую камеру он залетит в соцсетях наберет много просмотров ну главное это конечно идея подачи вот это вот все а не техническое какое-то качество ну хотя конечно техническое качество это то за что в принципе я наверное отвечаю в первую очередь давайте отойдем от этой темы и немного поговорим про историю про то как канал шел к успеху потому что на 100 тысяч это явно успех вот что вы понимаете что вы правильно сделали в чем секрет с чего начинали приходилось ли делать там из ничего что-то более или менее удобоваримое вот какие-то такие истории может быть у вас есть или понимание того почему все-таки это Абабай работает и хорошо работает слушай ну вот сколько я ой сколько я стучу сколько я стучу вот сколько я вообще слышу интервью с успешными людьми да ни один человек по-моему еще не ответил на вопрос а в чем секрет успеха и я стала подозревать что секрета никакого нет тебе просто нужно каждый день делать ну примерно одно и то же но в какой-то момент у тебя что-то получится понятно что одно и то же как бы условно я так говорю потому что ну на самом деле мы наверное каждые ну каждые полгода у нас как-то достаточно глобально меняется подход меняется тематика добавляются какие-то форматы либо меняется ну скажем так наша механика работы там какие-то моменты по съемочному процессу наверное самое главное если говорить про то там как быть интересным большому количеству людей набрать подписчиков это держать руку на пульсе и понимать что если вот у тебя видео не зашло одно да значит может оно тебе кажется хорошим может быть ты старался да но не получилось людям не понравилось значит людям не интересно значит не надо больше делать таких видео пробуй какие-то другие что бы ты хотел сказать нашим зрителям но никак не мог найти времени я бы хотел пожелать им уверенности при покупке автомобиля и при выборе автомобиля и не бояться смотреть в автомобиле которых мало на нашем рынке не бояться смотреть и выбирать автомобили которые кажутся им ну что ли там не совсем не подходящими тут больше вопрос в том чтобы уметь и даже не рискнуть а уметь как-то распознать какие-то свои нотки внутри себя и вот послушать душу там душу а не разум там из разряда какой будет расход как я буду перевозить в этой машине холодильник а уделять при выборе таким душевным моментом больше внимания чтобы машина тебя доставляла ну а если ты не сможешь в ней провести куда-то холодильник раз в два года и откажешь кому-то из своих знакомых я думаю что они найдут деньги для того чтобы нанять грузовое такси спасибо ребята увидимся через 100 тысяч увидимся когда увидимся все на завтра на съемке все поехали встали пошли на свете тура шишина встали это было этого смысл электرج ủ р